МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Списание этих долгов и выпаду этих денег может привести его к банкротству. Это первая ситуация, которую я хотел бы разъяснить, почему администрация собственными силами нагнетает обстановку над МУП. И второе письмо, из которого следует, что база, на которой находится МУП-экспресс, МУП-устройство сдана частной компанией в аренду, и МУП-устройство находится на своей же базе, сданной частной компанией в аренду, в законных основаниях, и бьет ее в аренду у этой частной компании. Более того, скажите, пожалуйста, имеет ли место быть идея приезда МУП-устройства на территории трамваяного депо, а в частности, в помещение службы пути трамвая? Потому что, если это действительно так, то это неизбежно приведет к ликвидации службы пути трамвая, что неизбежно приведет к остановке трамвая. Эта информация директора МУП-сбес без службы пути трамвая существовать не может. И с чем вообще обусловлено, в предзимний сезон приезд приятелем муниципаля в Малайси, который 53 единицы техники, в трамвайной депо, и куда-то надо вообще приезжать, и вообще, почему это все происходит, и кому это надо. Спасибо. Значит, куме и правильно требовать с него задолженность, это дает даже невозможность, а заставляет в каос-предприятии научиться, наконец, зарабатывать деньги по своему содержанию. Есть техника, есть люди, специалисты, конкурсы выигрывайте, пожалуйста, работайте, зарабатывайте. И правильно куме делать, пропостёнивайте. Отдавайте долги, которые накопили. По второму вопросу, по МУП-экспресс, и по базе той же МУП-благоустройства, я был на этой базе, она меня очень удивила, то, что в ней ещё находится, как я пытаюсь находить с техника, но техника там не находится, потому что состояние близкое к аварийному. И кроме того, крыши практически нет. Это база, назвать её базой я бы затруднился. Это, наверное, просто назвать аварийным объектом. Для этого задача мной была поставлена заместителю по городскому хозяйству отыскать для МУП-устройства новые помещения. У нас их достаточно. И служба трамвайного пути МУП-экспресс никакого отношения к там зданиям, которые его подобраны, не имеет, потому что там сейчас находятся непонятные... Хорошее здание находится, склад металлолома. Зачем он там находится, докатит цены и почему. Будем разбираться. Как говорят люди, заработники, что это лежит там несколько лет, это вот опять того, что, как берёт термок-экспресс, бережно относится к своему имуществу. И почему у него хорошее помещение, простаиваю термок-устройство, должно уютиться на какой-то базе, который его просто не может. Ну, я не знаю. Я бы вас посоветовал, у нас ездить на экскурсии, вот таких баз у хорошего хозяина просто не может быть. Наверное, всё, что я вам сказал. И ни на то, ни на какие территории, ни на кого, никаких сломых путей, мы ничего не отнимаем. Мне очень странно, что глава администрации так спокойно говорят, в долгах 2007-2009 года, наканчившиеся, это именно их истребует, какое отношение к сегодняшней экономической ситуации имеет, к тем годам, например. И второе, я бы обратился к главе города, просил бы его в составе, там, личной в составе комиссии, съездить самому на базу, мог бы устроиться, и своим глазами посмотреть, что это за база, и оценить. Потому что то, что говорит Геннадьевич Славович, ну, мягко говоря, расходится с моим представлением об этой базе. Вот, Геннадьевич Славович, я бы не был очень благодушным в отношении благоустройства городского. У нас много было заявлений, там, прохаживая политику, про всё остальное, что мы к теме готовы, всё нормально. Я согласен с Олегом Александровичем, я в силу причины разговаривал с экспертами этого рынка. Вы проанализируете, как всегда, на финансо-хозяйственные, если не старается, те конкурсы, которые сейчас и мы показываем, выиграют благоустройство, с какой рентабельностью. Если рентабельство находится фактически на нуле, даже иногда меньше нуля, каким образом руководство благоустройства собирает собрать деньги? У меня были на эту тему разговор с чиновниками Росква и Министерства оценки. Мы не знаем. Опять будете выходить на думу, чтобы вы выиграли полный день? Или вы говорите, что там есть какие-то мысли о реконструкции, о перее? И я, может быть, я здравую идею прислышал эту мысль, что есть здравая идея, что действительно там не в том состоянии, не в том, но может быть, время в таком происходящее. И в третьем. Мне бы все-таки всегда хотелось, чтобы, может быть, вы не всегда прислушиваетесь, может быть, не всегда слышите, но иногда нужно прислушиваться тем людям, которые непосредственно работают на земле, на улице. Нужно смотреть именно на профессиональные качества, нужно смотреть на то, кто какой коллектив может привести и какой пользы. Спасибо. Спасибо, Сергей Ильич, стараюсь ответить. Я далеко не благодотно отношусь к предприятию благоустройства, МОПУ, а есть очень много вопросов к руководству, и также мы обеспокоены теми конкурсами, особенно мой заместитель по городскому хозяйству, который руководство проводит, лишь бы поучаствовать и лишь бы кому-то не дать что-то выиграть. Поэтому, уходя далеко в минус, я не думаю, что это оздоровит экономику и предприятие. Поэтому мы с этим будем разбираться. Все, о чем мы сейчас говорим, это полномочия администрации. И нечего тут нам со своей колокольной на них тут вешать. Вы это сделаете, вы на комитет представьте, еще что-то представьте. Что-то представляет. Глава администрации заключается в договор, договор с руководителем МУПа. Он вправе его, согласно с правовым подоксом, продлить, или не продлевать, или разорвать до срочно. Его в полномочия. Что мы тут начинаем тут? Кому-то одно не нравится, кому-то другое не нравится, и третье, и так далее. Есть полномочия наша. Давайте правила устанавливаем. Вот устанавливаем правила. А хотите руководить МУПами, идите в администрацию работать. А то сразу все хотят быть замами мэра, как минимум. Ни днями проработать, ни на какой тормозе муниципальность. Правильно. Тогда не надо выносить этот вопрос. Юрий Владимирович, зачем этого выделить? Я бы попросил, чтобы выносить. Сама решает эти вопросы, а не здесь их обсуждать. Олег Максимович. У меня очень коротко. Я как раз, то, что сказал Михаил Михайлович, я прошу протокольную, там, подписатель, вот, обратиться, как раз, к председателю комитета по предпринимательству, чтобы на ближайшем заседании комитета рассмотрели в облазаконности аренды частной компании, территории, базы, МУП, благоустройства, и не нарушать ли этот договор аренду с данной деятельностью этого предприятия. И, коротко, Геннадий Владимирович, я просто хочу сказать, что деятельность муниципальных предприятий не обязательно на цену на извлечении прибыли. Иногда муниципальные предприятия выполняют социальную функцию и не извлекают прибыли. Поэтому работать в ноль и убеждать на конкурсах с большим дисконтом, это в том числе и экономия бюджетных средств. Качество тоже. Здравствуйте, коллеги. Вы знаете, Маленький Александр, вот здесь нет работников прокуратуры. Если у вас есть вопросы по законности, напишите заявление на бланке депутата Чеснокова. И все. Почему вы загружаете комитеты несвойственным им работой? Как комитет может проверить законность того или иного? А при чем присяг комитеты? Уважаемые коллеги, давайте уважать друг друга. И эти премии слишком далеко заходят. Действительно, у нас нет ни проекта в решении. Мы не рассмотрели. Мы рассматриваем информацию. Но мы сейчас ее рассматриваем уже до такой степени, что призываю вас благоразумием. Пожалуйста.